Большой, очень интересный. У меня вопрос, болевшим немножко, о типах. Правильно ли я понимаю, что WMSM для Guarantai работают в памятном патриуме, там есть 64 гиги ингриды, да? И в какой момент происходит трагическое преобразование N64, например, в значении V8, когда мы из JavaScript вызываем вебастинг, да? То это делает V8 преобразование. Как вообще в этот момент происходит? Когда BIT конвертируется? Оф, так глубоко, в движок я конечно не лазил. К сожалению, наверное, не смогут ответить на этот вопрос. Но думаю, где-то на том моменте, когда мы уже обрабатываем наши данные в JavaScript, то в коде. Наверное, там уже встроят движок и преобразуют. Вероятнее всего, и моды. Как с минальным модом, да? Да. Спасибо. Тоже большое спасибо. У меня такой вопрос. Мы туда можем передавать только функции, которые мы реализовали в JavaScript? Или же можно все-таки сейчас быть? Когда я последний раз смотрел, было именно так? Или сейчас можно передавать какие-то объекты, с которыми WebAssembly мог бы работать? Именно объекты, по-моему, сейчас передавать нельзя. У нас есть глобальная область памяти, где мы можем передавать какие-то простые значения. То есть мы можем JavaScript импортировать в global позицию. Соответственно, туда же они запихивают те же самые i64 и так далее. Те сами объекты, по-моему, сейчас пока еще невозможно попробовать функции. Понятно. И пока микрофон, здесь еще один вопрос. Можно ли как-то инициализировать снаружи память WebAssembly? То есть не передавать туда значения, чтобы он потом эту память заполнил ими, а прям целиком передавать SnapShop и таким образом иметь парсистентный объект. То есть передал память, он поработал, память забрал. Передал еще такому, что он еще раз поработал, память забрал. Ну, я сейчас пример, я сейчас покажу, наверное. Это часть стандартных примеров, что можно найти на задание, что я, в принципе, для вопроса готовил, потому что правильно. Сейчас, секундочку. Так. Вот у нас есть такая вещь. То есть мы можем, как я говорил, импортировать внутрь память, например. Соответственно, в коде это у нас будет выглядеть примерно таким образом. То есть мы с специальными конструкторами создаем на некую область память, тренируем эту таблицу с камнем внутрь, и, соответственно, она у нас вообще то, что это и в конце. Вопросы? А что у нас со строками и прочими указателями на не структурированную память? Со строками работаем также через память. То есть, например, у нас есть просто область нашей номера, да? Да. Мы, кстати, тоже есть такой пример. Так. Сейчас, секундочку. Так. Вот, собственно, я сейчас сам. То есть третья строчка. Да, четвертая строчка. То есть мы в память, мы говорим, что мы хотим в памяти, начиная со смещения 0, поместить что-то. То есть мы, начиная со смещения 0, получаем тогда слово high. Вот. Соответственно, память у нас состоит из одной страницы, а одна страница – это у нас 64 килобайта. Вот. Соответственно, вот так мы работаем там со строками. То есть строки хранятся как байты в памяти. Ну, то есть, как бы, грубо говоря, и… Ну, посмотрите, вся эта штука очень похожа на GVM пока. Прям очень похожа. Ну, она очень похожа, да? Это байты на ты. Ну, есть, это такой GVM образца 97-98 года. Вот, значит. Ну, например, там, оптимизация стантов. Оптимизация, как отставили, полстрока стантов. Есть ли что-нибудь подобное? Ну, что же, наверное, так глубоко туда не скажу. Вот что. То есть прям вообще все. Ну, да, да. Хочет спросить. Мы вот привели сайт в ИК, да, где, так сказать, сложные вычисления, например, в веках большого выража производительности. А вот если какая-нибудь несложная математика, ну, допустим, на реальных сайтах, там, по валидаторам, допустим, банковская карта, там, снился или телефон. То есть мы партию, допустим, на телефон, и проверяем там не только то, что мы вводим, а еще то, что после него закончится. То есть это же достаточно, ну, такая, нескорбная функция. Вот если мы такие маленькие функции вынесем при App Assembly, мы выберем обучение в производительности или, может быть, оборот, потеряем из-за того, что он платит расходы. То есть такие простые валидаторы, типа, снился, мастер-карт, надо проверить. Да, хорошие вопросы. Тут, на самом деле, тоже интересно. Скорость работы в App Assembly кода, она напрямую зависит от того, где он выполняется. То есть от версии браузера, от движка, который выполняет, от того, какой у нас код был изначально, если у нас там было что-то сложно объектно ориентированное, у нас обычная стек-машина, оно туда ряжет плохо. Вот, что-то простенькое ряжет хорошо. И, опять же таки, по производительности надо смотреть, потому что… Вызов дорогой. Я, если честно, не проверял, менеджментов не делал, но я могу сказать, что вы можете как выиграть, так и проиграть процент в сумме. Я знаю, в чем можно выиграть. Можно выиграть в том, что код на сервере или на клиенте будет один и тот же. Это тоже хорошая вещь. Я рассказывал на предыдущем своем метафе про Blazr. Очень интересная хорошая вещь. Может, это позволяет нам писать код на C-sharp, целиком полностью у нас и фронтенд, и бакент на C-sharp. Мы можем переиспользовать код бакента на фронтенде и даже использовать в библиотеке версии .NET 2.0, прям сразу на фронтенд. Например, то же самое E-plus. Можешь послушаться? Спасибо. Так, у нас сейчас будет следующий доклад. C-sharp можно компилировать по сцене или за мной кто-то. Не целиком. Не весит. Нужна вот эта штука? Подмножить вам. Здорово.